Друзья, привет! Сегодня я предлагаю приготовить лодочки из фарша, любого фарша, который вам нравится. Куриный, говяжий, со свинины можете взять в духовке. Давайте включим секундомер для того, чтобы понять, сколько у нас уйдет времени на приготовление данного блюда. А также в конце мы еще подведем итоги и мы узнаем, сколько это блюдо будет стоить. Поехали! В этом рецепте нам понадобится картошка. Мы берем из расчета одна большая картошка на одного человека. Режем их на 4 части и ставим картошку вариться. Пока картошка варится, что мы делаем? Нам понадобится в этом блюде лук. Мы его нарезаем мелким кубиком. Ставим в сковородку, наливаем растительное масло и добавляем сюда лук. Нам понадобится пару кусочков болгарского сладкого перца. Его тоже нужно нарезать как можно мельче, то есть мелким-мелким кубиком. Берем петрушку. Сначала нарезаем стебли. Стебли самые ароматные. И тоже добавляем на сковородку. Перемешиваем. Все обжариваем. Режем петрушку. И можно добавить пару листиков мяты, если она у вас есть. Она придает очень классный аромат и свежесть. Мы немного обжарили лук и перец, чтобы они были мягкие, но не зажаренные. Выключаем. Мы их будем добавлять в фарш. Вот так вот мы его соберем, чтобы сбежал лишний жир. Сразу порежем чеснок. Тоже мелко его нарубим. Мы его немного присолим, чтобы укроп отдал свои ароматы. Можно вот так вот его немножко помять ножом. Берем половинку сливочного масла. Отрезаем в тарелку. Добавляем сюда чеснок и укроп и отправляем на водяную баню, там где варится у нас картошка. Ай, горячо, 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 горячо. Ай, опа. Все, масло растопилось и мы его оставляем настояться. Берем куриный фарш. Высыпаем сюда лук, перец. Добавляем сюда петрушку. Нужно немного подсолить. Даже можно немножко подперчить. И вымешиваем. Духовка запищала, это говорит о том, что у нас картошка уже сварилась. Вымесим фарш и займемся картошкой. Сильно вымешивать не надо, он и так слишком клейкий, липкий. Поэтому чуть-чуть перемешали и отставляем. Берем картошку. Немного солим. И толчем. Добавляем сливочное масло. И молоко. Отставляем картошку остывать немного. Дальше. Берем противень. Чтобы не пристали наши лодочки. Можно масло. Раз. Теперь берем хороший шарик такой. Оп. И делаем вот такую колбасу. Раз. Теперь делаем углубление. Теперь, друзья, берем сыр и половину сыра натираем в картошку. Любой, какой вам нравится, главное, чтобы он хорошо плавился. Мы поставим в духовку и сыр расплавится. Главное, чтобы вы хорошо перемешали. Теперь берем ложку. И выкладываем. Насыпаете картошки столько, сколько вам нравится. Кому как нравится. Кто-то любит больше мяса, кто-то больше любит картошки. Берем кисточку и промазываем чесночно-укропным маслом картофанчик. Главное, друзья, если вы видели, я делал вот такие вот любые выемки, да, чтобы туда затекало масло. Я забыл об этом вам сказать, но это важно. Друзья, а теперь мы отправляем в наши лодочки предварительно разогретую духовку на 180 градусов сначала на 10 минут, а потом мы достанем, по трем сыром положим помидорчики еще на 10 минут до золотистой корочки. Пока запекаются лодочки, мы порежем помидоры. Вы можете взять обычные, это чисто для украшения. И лук. Возьмем зеленую часть только, чтобы посыпать немного сверху. Духовка пищит, 10 минут прошло, достаем. Теперь берем по кружочку помидора и кладем. Раз, два. Посыпаем сыром обильно, вкусно. И теперь снова отправляем в духовку минут на 10-15, пока сыр не расплавится и не появится золотистая корочка. Друзья, прошло еще 15 минут, и мы можем доставать наши лодочки из фарша. 58 минут 54 секунды лодочки из фарша готовы. Друзья, ну вот теперь мы можем попробовать. Посмотрим в разрезе сначала. Ай, класс. Мясо и картошка, помидорчик. Ну, очень вкусно, я уверен просто. Давайте. Друзья, это напоминает котлетку нежную, сочную, с толчоночкой, как в детстве. И всего на приготовление ушло 58 минут, 59, меньше часа. Этот противень нам обошелся 3 доллара 42 цента. И если этот противень разделить плюс-минус по 2 штучки, то получается одна порция из двух штук будет стоить всего лишь 1 доллар 14 центов. Друзья, приготовьте это дома. Это просто и очень-очень вкусно. Напишите в комментариях, как вам понравилось. И да, друзья, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, нажать колокольчик, чтобы не пропускать наши новые выпуски. С вами был Роман Чегло, канал Время, День, Гида. Приятного аппетита. Субтитры создавал DimaTorzok